Как будто кого-то не хватало. На ежегодном отчете главы региона перед депутатами областной думы за работу своего предшественника Михаила Меня отчитывался временно исполняющий обязанности губернатора Павел Коньков. Выступающий сразу оговорился, что анализировать работу своего экс-начальника ему нелегко. Я не сторонних радикальных перемен, критических заявлений, и мне не совсем удобно подводить итоги прошлого года, давать оценки работе правительства под председательством моего предшественника. Вместе с тем, у меня есть четко сложившееся понимание, как и что нужно сделать в самое ближайшее время и на что обратить внимание в долгосрочной перспективе. Социальная направленность будущей политики – таков приоритет Павла Конькова. Впрочем, на нем настаивал и Михаил Мень. Жители региона должны чувствовать себя комфортно. А это подразумевает, что у них должен быть теплый и уютный дом, стабильная работа, на которую они будут ездить и ходить по отремонтированным дорогам. Многие семьи региона, не испытывая нужды, решат стать многодетными, и каждому ребенку будет хватать места в детском садике. Картина благостная, но малореальная. Впрочем, на ближайшие годы Павел Коньков ставит именно такие амбициозные цели. Некоторые международные исследователи указывали, что наш регион как регион вымирающий, как регион депрессивный. Это не так. Нам вполне по силам выйти на нулевой уровень естественной убыли и даже на естественный прирост. Это принципиальная, стратегическая задача. Задача, к выполнению которой мы должны прийти уже через 6-8 лет. Другая идея временно исполняющего обязанности губернатора связана с привлечением в регион федеральных капиталов. В 2021 году Павел Коньков предлагает провести в Иванове международный молодежный фестиваль. Событие по типу универсиады. Если президент даст добро, убить получится сразу несколько зайцев. Молодежь сможет пообщаться со сверстниками из разных стран. Определяться самые талантливые и амбициозные. Повысится престиж ивановских вузов. Областной центр к важному событию преобразится до неузнаваемости. Международный молодежный фестиваль за счет ливания средств федерального бюджета и внебюджетных источников должен дать ощутимый толчок для развития области. В частности, в проекте существенное обновление транспортной инфраструктуры региона и дороги другого качества по трассам на Владимиро-Ярославле и скоростное улезнодорожное движение от Амадова до Москвы и обновление городского транспорта в Иванове с проектом экологически чистого скоростного транспорта. Многое можем сделать для благоустройства областного центра, тем более, что ему в 2021 будет 150. Есть перспективы, о которых можно много фантазировать, а есть реальные проблемы, которые никто не может решить годами. Взять хотя бы утилизацию бытовых отходов. Полигоны устарели, инвестор в регион не идет, да его и не ждут. К приходу инвесторов мы пока не готовы. Необходима разработка территориальной схемы обращений с бытовыми отходами и схем санитарной очистки муниципалитетов. Все локальные решения должны приниматься не по ситуации, как это было в поселке Широкого Фурмановского района или в Тарасихе Кенишемского, а через призбу этих стратегических документов. Схемы Павел Коньков поручил подготовить к лету. И уже тогда будут приняты решения о строительстве новых мусоросортировочных станций. Если к осени дело будет доведено хотя бы до середины, это станет серьезным плюсом перед выборами. В своем выступлении Павел Коньков затронул все сферы жизни общества. Судя по его докладу, все в регионе достаточно стабильно. Можно предположить, что Павел Коньков, как коренной Ивановец, о проблемах земляков осведомлен хорошо. Только отчет не совсем то место, где о них нужно говорить. А вот немного драматургии подобному мероприятию никогда не помешает. Давайте поднимем глаза от наших отчетов и посмотрим в глаза людям. Именно в их глазах мы должны понять оценку нашей деятельности. И наши достижения, они должны быть не в красивых отчетах, а в душах людских. Завтра мероприятие продолжится. Депутаты взяли сутки, чтобы обдумать услышанное и подготовить вопросы для Павла Конькова. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Еще одна очень важная тема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова